Доброго времени суток, дамы и господа. Мы продолжаем серию наших видео уроков на тему Linux виртуальных машин и Azure. Зовут меня Бойко Антон и сегодня я хочу поговорить о сетевом взаимодействии между виртуальными машинами, а также сетевом взаимодействии с внешними ресурсами. И сразу хочу оговориться, что сегодняшний материал, данный модуль, он касается не только Linux виртуальных машин, он также касается любых виртуальных машин, которые мы размещаем в облаке Microsoft. Итак, давайте приступим и еще немножко поговорим про виртуальные машины. Сейчас я хочу поговорить про их доступность. Я хочу поговорить о том, что такое значение девяток. Я хочу поговорить про доменные отказа, доменные обновления и группы доступности, а также про балансировку нагрузки. Итак, значение девяток. Собственно, многие провайдеры так или иначе будут вам предлагать какой-то гарантированный уровень обслуживания. И обычно этот гарантированный уровень обслуживания так или иначе завязывается на том, какой уровень доступности сервиса вам предлагают. Уровень доступности сервиса обычно измеряется в процентах, то есть проценты аптайма, назовем это так. И из данной таблицы мы видим, что у нас есть уровень 90% аптайма, который вроде как является довольно высоким, но на самом деле 90% аптайма позволяет нам брать 5 недель, порядка 5 недель отказа в доступности наших сервисов в год. У нас есть уровень 99%, который вроде бы тоже является довольно неплохим, потому что число вроде как большое и внушает доверие, но это не совсем так, потому что 99% доступности означает, что до 4 дней в году наш сервис может не работать, ну не быть доступен. Когда мы говорим про аптайм на уровне 99,9, это уже является хорошо управляемой инфраструктурой и по сути это является, скажем так, базовой или же вообще необходимым уровнем доступности нашего сервиса, который допускает максимум 9 часов даунтайма в год и имея уровень доступности 99,9% мы уже можем говорить о том, что да, наш сервис и вправду является доступным для других пользователей. Ну и дальше вниз по таблице мы видим, что 99,99% это уже является хорошо отказоустойчивый настроенный сервис, который позволяет нам держать до 1 часа даунтайма в год и так дальше. Итак, основная суть этой таблицы в том, чтобы собственно понять, когда мы говорим об определенном уровне отказоустойчивости или определенном уровне доступности нашего сервиса и называем какое-то количество девяток, мы должны понимать, что на самом деле кроется за этими девятками. Итак, договор о предоставлении уровня сервиса, который вы подписываете с Microsoft при покупке Azure подписки представляет из себя следующее. Если мы говорим про, например, виртуальные машины, то мы получаем 99,9% для тех виртуальных машин, которые крутятся у нас в одном экземпляре. То есть для сервисов, которые обслуживают один экземпляр виртуальной машины. Мы получаем уровень отказоустойчивости 99,95% для тех сервисов, которые обслуживаются двумя и более виртуальными машинами. Это позволяет нам иметь, грубо говоря, до 4,5 часов даунтайма или же отсутствие доступа к нашему сервису в год. Когда мы говорим про те риски, которые покрывает провайдер, то есть от чего страхует нас провайдер вот этими процентами? Провайдер страхует нас от поломки оборудования, то есть от отказа какого-то физического оборудования, будь то диск, центральный процессор, оперативная память или еще что-то. От ряд поломок дата-центра, отказа сети, потери энергоснабжения и так дальше. То есть если сгорел роутер в дата-центре провайдера или же есть какие-то перебои с энергоснабжением, это вас не затронет. Все эти риски провайдер будет покрывать за свой счет. Точно так же провайдер говорит, что он будет нести ответственность за обновление оборудования и обслуживание ПО, которое занимается управлением всей этой инфраструктуры. То есть если пришло время планово обновить сервера или же если пришло время планово обновить программное обеспечение, которое занимается автоматизацией, мониторингом и так дальше. Всех задач связанных с инфраструктурой провайдер берет это все на себя и провайдер говорит, что вас все эти работы не будут затратить. То есть не будет такого, что вам позвонили или же написали письмо от провайдера и сказали, что на выходных мы будем обновлять сервера, поэтому ваши виртуальные машины будут выключены. Нет, все это будет проходить молча, это будет проходить незаметно для вас и незаметно я также подразумеваю то, что если ваша виртуальная машина переехала допустим на новое оборудование, вы об этом можете даже не узнать. Почему? Потому что ваш сервис все это время будет доступен. А на самом деле вам по сути и все равно. Ваш сервис доступен, пользователи приходят допустим на ваш сайт, пользователи совершают покупки в вашем интернет-магазине, все работает прекрасно и слава богу. Но к сожалению, то что не включено собственно эти риски, это обновление гостевой операционной системы. То есть, допустим вы используете виртуальные машины, поверх моей любимой Ubuntu сервер, и допустим выходит какое-то обновление, и вы хотите это обновление установить. И вроде бы казалось ничего не предвещало беды, но по каким-то причинам это обновление сломало вам вашу операционную систему, или же сломало какие-то приложения, которые работали поверх этой операционной системы. Допустим, вышел из строя патч. Вам требуется какое-то время на то, чтобы вернуть его в работу, но то время, которое вы тратите, оно так или иначе не покрывается провайдером, и в это время ваш сайт может быть недоступен. К сожалению, эти риски провайдерам не покрываются. То есть, все те действия, которые вы проводите уже на вашей гостевой операционной системе, вы проводите на свой страх и риск. И это нужно понимать. Итак, давайте поговорим про домины отказа и домины обновления. Собственно, те две логические единицы, за счет которых Microsoft может обеспечить нам высокую доступность нашего сервиса, наших виртуальных машин. Итак, давайте представим, что у нас есть 4 экземпляра нашего фронт-энд сервера и 4 экземпляра нашего бэк-энд сервера. Мы специально развернули наше приложение именно в такой конфигурации для того, чтобы как-то балансировать нагрузку между этими серверами. У нас, так или иначе, эти экземпляры крутятся на серверах, которые стоят в стойках. И давайте представим, что у нас есть 2 серверные стойки и Microsoft всегда будет стараться более-менее в равной мере распределить ваши виртуальные машины по разным стойкам. Именно для тех целей, чтобы выход из строя одной стойки не повлиял на ваше приложение и не привел к тому, что ваше приложение перестанет работать, перестанет быть доступным. Собственно, эта стойка, она и является доменом отказа. То есть, если мы проведем вот такую параллель между физической стойкой и логической единицей, это будет означать, что у нас то, что находится в рамках одного домена отказа, должно постоянно работать. То есть, домен отказа это набор тех машин, которые не должны отказать одновременно. То есть, как видно на данном слайде, если у нас, допустим, 2 веб-сервера вышли из строя, а другие 2 работают, это будет означать, что да, допустим, увеличилось время загрузки страниц на нашем сайте, но тем не менее, наш сайт остался доступный и продолжает работать. Точно так же у нас есть понятие домен обновления. Но домен обновления уже выглядит чуть-чуть по-другому. Когда Microsoft принимает решение о том, что ему нужно обновить, например, хост-операционную систему, поверх которой крутятся ваши гостевые операционные системы в рамках контейнера виртуализации, Microsoft точно так же будет сначала обновлять хост-операционную систему в домене обновления номер 1, который может затронуть 2 экземпляра фронт-энд сервера и 2 экземпляра бэк-энд сервера. Если там все прошло хорошо, если не было никаких ошибок, Microsoft подтверждает со своей стороны, что обновления прошли успешно, он переходит на обновления уже других доменов обновления. Таким образом, как я уже говорил раньше, если вы развернули ваш сервис в нескольких экземплярах, нескольких копиях и один и тот же сервис обслуживается несколькими виртуальными машинами, вы можете получить намного более высокий уровень доступности вашего приложения. И это, кстати, даже является рекомендацией. Почему? Потому что все-таки случаи бывают разные. И в любом случае, если мы хотим построить эластичное и масштабируемое приложение, то так или иначе мы будем говорить про горизонтальное масштабирование. И поэтому всегда лучше разворачивать ваше приложение на серверах, которые поменьше, но в большем количестве. Потому что в таком случае отказ одного сервера не так критичен для работы всего приложения в целом. Когда мы говорим про группы доступности, это немножко другая вещь, чуть отличная от доменов обновления и доменов отказов. Но тут важно понимать, что домены обновления, как я уже говорил, учитываются при обновлении хост-операционной системы. Группы доступности же работают чуть-чуть по-другому. Давайте представим, что у нас есть 4 виртуальные машины вот в такой конфигурации. 2 веб-сервера и 2 сервера базы данных. Мы можем, но это мы должны конфигурировать самостоятельно, объединить 2 веб-сервера в группу доступности и 2 сервера базы данных, в другую группу доступности. Это будет означать, что Microsoft будет стараться размещать эти веб-сервера на разных стойках, в разных доменах отказа. Просто по той причине, что группа доступности является для Microsoft, ну не конкретно для Microsoft, а для Provision системы Azure, группа доступности является такой как подсказкой, указателем на то, что в один момент времени в группе доступности должны работать максимум виртуальных машин. И кроме того, группу доступности нельзя полностью отключать, даже для цели сервисного обслуживания. То есть, если у нас начались какие-то плановые работы, плановая замена оборудования, обновление ПО и так дальше, группа доступности всегда должна быть доступна. То есть, может быть временно отключена одна виртуальная машина, перенесена на другое оборудование, Microsoft подтвердит, что переезд прошел успешно, и только после этого начнет перевозить вторую виртуальную машину. То есть, вот для чего нужны нам группы доступности, и вот как они работают в соответствии с доменами отказа. Ну и точно так же они работают в соответствии с доменами обновлений. Теперь, чтобы подытожить все вышесказанное, хочу сказать, что, как показано на данном рисунке, каждый сервис, каждый отдельный компонент системы желательно разворачивать хотя бы в двух экземплярах, и желательно не просто создавать две отдельные, вот висящие в вакууме виртуальные машины, намного лучше объединять их в группы доступности, потому что тогда вы сможете подсказать провайдеру, как правильно себя вести вот с этими виртуальными машинами. И только тогда вы сможете получить максимальную доступность вашего сервиса. Итак, давайте сейчас, собственно, посмотрим, как же на практике происходит управление нашими группами доступности для наших виртуальных машин. Во время текущей демонстрации я хочу показать, как мы можем работать с группами доступности для наших виртуальных машин в Azure, но перед тем, как непосредственно мы начнем работу с терминалом, я хочу перейти на портал и показать кое-что на портале. Хочу посмотреть список всех виртуальных машин, и вот возьмем нашу виртуальную машину Frontend 01, которую мы уже создали, которая у нас уже есть. Как вы помните, я рассказывал, для того, чтобы работать с группами доступности, нам так или иначе необходимо несколько виртуальных машин в рамках одного клауд-сервиса. То есть в группе доступности всегда должно быть две или больше виртуальных машин. И вот здесь на портале, как вы видите, у нас есть для конкретной виртуальной машины группа доступности не настроена. Это уже существующая наша виртуальная машина, и мы видим здесь предупреждение, что для гарантии SLA нам нужно ввести виртуальную машину в группы доступности. И, по сути, групп доступности у нас никаких сейчас нет. Это то, что я хотел как раз показать. Теперь давайте это временно закроем и переходим, собственно, в терминал. Значит, сейчас мы сделаем что? Сейчас мы создадим новую виртуальную машину и добавим эту виртуальную машину, собственно, в группу доступности вместе с уже созданной. Используем команду, опять же, Azure VM Create. Сначала указываем... А, кстати, перед тем, как использовать команду VM Create, нам нужно использовать VM Image List, потому что я уже не помню, какие у нас образы используются, какие имена образов используются для виртуальных машин. Поэтому здесь мы сделаем с вами вот так, вот так. Команду, которую я уже показывал на одной из прошлых демонстраций, мы посмотрим, какие у нас сейчас существуют образы. О, отлично. И выберем, как и в прошлый раз, собственно, первый образ. Копи. Azure VM Create. Дальше указываем имя Cloud Service. Имя Cloud Service у нас вот такое. Обойка Demo Linux. Дальше указываем, собственно, имя образа. Так, указали. Логин. Очень сложный пароль. Дальше, опять же, регион, в котором у нас будет эта машина. West Europe. Отлично. Дальше, имя виртуальной машины, которое я хочу, это FrontEnd 02. SSH я уже хочу включить 22.002, потому что 001 уже занят FrontEnd 01. И дальше я хочу сделать, что, во-первых, я даю ключ C, который означает, что мне нужно подключить уже существующий, подключить новую виртуальную машину к уже существующему Cloud Service. А также ключ A для объявления Affinity Group. Affinity Group давайте, ой, не Affinity Group, простите, а Availability Set. То есть, группа именно доступности виртуальных машин. И здесь я должен указать, какую группу доступности я хочу создать, либо же, к какой группе доступности хочу подключиться. Ну, давайте назовем FrontEnd, нашу группу доступности. Enter. Сейчас выполняется, по сути, все та же известная нам команда. Location option will be ignored. А, кстати, да, если мы подключаемся к уже существующему Cloud Service, то параметры location можно было не передавать. Ну, ничего страшного. Передали, так передали. То есть, по крайней мере, мы посмотрели, что даже если мы передаем какой-то лишний параметр, он просто будет проигнорирован. И сейчас у нас создается новая виртуальная машина в рамках текущего Cloud Service, а также создается новая группа доступности. После чего мы сможем существующие виртуальные машины также поместить в эту группу доступности. Ну, собственно, для чего мы это и делаем. Итак, прошло какое-то время. Виртуальная машина создана. Но, как мы с вами помним по прошлой демонстрации, она, скажем так, не совсем создана, потому что сейчас происходит как раз выделение ресурсов для этой виртуальной машины. То есть, вот у нас есть FrontEnd 01, FrontEnd 02. И давайте сейчас перейдем обратно на портал. Здесь у нас список не обновился. Еще зайдем в виртуальную машину FrontEnd 01. Развернуть. И здесь у нас группы доступности, как мы помним, сейчас указаны в «Не настроено». Как только мы сюда нажмем, мы увидим, что у нас сейчас данная машина FrontEnd 01 не входит в группу доступности. Но есть группа доступности, которая называется FrontEnd, и в нее уже входит виртуальная машина FrontEnd 02. Переключили. Сохранить. Опять же, предупреждение о том, что виртуальная машина будет перезагружена. Ничего страшного. Мы к этому готовы. И теперь мы увидели, что мы добавили нашу существующую виртуальную машину в группу доступности. Это сейчас тоже займет некоторое время, перезагрузка этой виртуальной машины. Но это, в принципе, нормально. Это ожидаемо. Но зато теперь у нас есть один клауд-сервис, и у нас есть две виртуальные машины, которые были объединены в одну группу доступности. Это означает, что теперь мы можем использовать ряд разных сервисов, таких как автомасштабирование и так дальше. Кроме того, Azure будет пытаться все, что в этой группе доступности, держать максимально включенным. И ни в коем случае, если ему нужно, допустим, перевести виртуальные машины на новое оборудование, не выключать эти машины одновременно. Давайте вернемся обратно к презентации. Только что мы посмотрели, как происходит управление группами доступности для наших виртуальных машин. И пришло время поговорить о такой теме, как балансировка нагрузки. Балансировка нагрузки – понятие очень хорошее, и в любых распределенных и масштабируемых системах, так или иначе, оно встречается. Изначально, когда мы говорим про балансировку нагрузки, мы должны понимать, что в контексте Azure, да и вообще, по сути, в контексте любой системы, балансировка нагрузки может быть внешняя и внутренняя. Если мы говорим про внешнюю балансировку нагрузки, то это может, то это выглядит каким образом? У нас запросы от пользователей прилетают к нам на какой-то внешний IP-адрес, или же на внешнее доменное имя, по сути, просто на внешнюю точку подключения, на наш сайт. И дальше, какой-то балансировщик нагрузки раскидывает эти запросы, в данном случае он это делает псевдослучайным образом, между нашими веб-серверами. Точно так же, веб-сервера должны работать с какой-то внутренней инфраструктурой, это может быть база данных, это может быть просто какой-то бэкэнд-сервер в плане аппликейшн-сервера. То есть, фронт-энд занимается только рендерингом HTML-страниц, а бэкэнд у нас, допустим, используется как сервис-приложение, которое уже занимается получением данных из базы, проверкой каких-то дополнительных прав доступа и так дальше, и так дальше. Неважно. Но мы должны понимать, что мы можем отдельно настраивать балансировку нагрузки для внешних подключений, которые будут приходить из внешнего мира, то есть из интернета. И так же можем настраивать балансировку нагрузки для внутренних подключений, то есть для тех виртуальных машин, к которым есть доступ только из дата-центра Azure и ниоткуда больше. Кроме того, возвращаясь к вопросу о сетевом взаимодействии, у нас мы должны понимать, что есть возможность отдельно настроить обратный запрос DNS, то есть, возможно, здесь больше будет понятен английский термин, это Reverse DNS Lookup, который позволит нам сопоставить DNS имя, точнее, который нам позволит в обратном порядке сопоставить IP адрес с DNS именем, а так же мы можем использовать зарезервированный публичный IP адрес для нашего сервиса. Это очень удобно, допустим, если нам нужно подключить наш сервис к нашей приватной инфраструктуре, которая работает в рамках нашего предприятия, и мы хотим, чтобы у нас был доступ этот защищен, и, допустим, мы хотим на нашем корпоративном фаерворе разрешить доступ только с конкретного зарезервированного IP адреса. Или же, если просто нам нужно по каким-то причинам получить зарезервированный IP адрес, там, не знаю, возможно, для серии IP-телефонии или же еще для чего-то, в любом случае мы можем это сделать. Для нашего внешнего балансировщика нагрузки мы можем зарезервировать внешний IP адрес. И другая хорошая штука, которая у нас есть, это Traffic Manager. Traffic Manager решает довольно, казалось бы, такую ежедневную, популярную, но тем не менее, нельзя сказать, что самую простую задачу. Во-первых, он решает задачу балансировки нагрузки при условии, что ваш сервис размещен в нескольких регионах. Допустим, у вас есть сервис, часть которого размещена в западных Соединенных Штатах Америки, и часть размещена в Северной Европе. Почему? Потому что у вас большая корпорация, у вас пользователи есть и из Штатов, и из Европы. Отлично. Но теперь, во-первых, вы хотите сделать для них какую-то единую точку подключения, которая будет работать следующим образом. Допустим, пользователь будет всегда перенаправляться на ближайший к нему доза центр. Ну, это вполне логично, потому что путь из Европы в Штаты не близкий. Если всем европейским пользователям придется работать с серверами в Штатах, то так или иначе они будут испытывать какие-то, скажем так, не очень хорошее слово тормоза, но будут использовать, будут наблюдать определенные задержки в работе сервиса. Это не всегда хорошо. Кроме того, Traffic Manager решает также задачу отказоустойчивости. То есть, если у вас есть ваше приложение, развернутое в двух регионах, если вдруг случаются трудности в каком-то одном регионе, и он временно выходит из строя, Traffic Manager сможет это определить, и Traffic Manager автоматически перенаправит запросы пользователя уже на другой дата-центр. То есть, даже если пользователь из Штатов хотел работать с дата-центром в Штатах, но в это время с этим дата-центром есть какие-то трудности, он будет перенаправлен на дата-центр в Европе, и он, по сути, даже не заметит этого перенаправления. Возможно, он отметит, что приложение стало работать чуть медленнее, но в любом случае у него будет его доменное имя, которое он вбивает у себя в браузере, и по этому одному доменному имени будет проходить вся дальнейшая маршрутизация. Это также очень хорошо, очень удобно, и работает прямо из коробки, и настраивается буквально в несколько криков мышки. И давайте сейчас, собственно, посмотрим, как все это происходит, как все это настраивается, как работать с сетевым взаимодействием в рамках Azure, используя утилиты командной строки. Во время демонстрации, которую я покажу сейчас, я хочу показать, как работает сетевое взаимодействие между разными виртуальными машинами в Azure, как настраивать автоматическую балансировку нагрузки, как заниматься пробросом портов, и так дальше. Давайте с вами запустим наш любимый терминал, и еще раз посмотрим на список виртуальных машин, которые у нас есть. И если вы помните, то вот эти две наши виртуальные машины, FrontEnd 01 и FrontEnd 02, они, как, собственно, здесь и показано, находятся за одним DNS именем обойка demo.linux.cloud.pp.net. Но, тем не менее, у них разные, и здесь идут IP-адреса. Кроме того, если мы посмотрим на список эндпоинтов, то есть список открытых портов для машины, например, FrontEnd 01, то мы увидим картинку, которая сделает нам жизнь еще интереснее. Мы увидим, что сейчас на ней открыт только 22-й порт, который пробрасывается через 22.01, но, тем не менее, если мы сравним виртуальный IP-адрес вот этот с теми двумя, которые мы видим здесь, мы увидим, что они кардинально отличаются. Итак, что это означает? Это означает, на самом деле, что для доменного имени обойка demo.linux.cloud.app.net у нас внешний IP-адрес 104.40.151.189. Но, для каждой виртуальной машины у нас есть внутренние адреса, которые доступны нам только из дата-центра Microsoft. Давайте это проверим. Давайте запустим новое окно терминала. Попытаемся выполнить простую команду ping. Например, на IP-адрес 173.6.105. У нас ничего не получится. Ну, конечно, это может быть связано в том числе и с фаерволом. На самом деле, это и связано с фаерволом. Но, тем не менее, как видите, ping на этот IP-адрес не проходит. Теперь же, если мы запустим пути, подключимся к нашей первой виртуальной машине. Так. И здесь напишем тот же самый ping. Единственное, что я уже не помню IP-адрес. 173. 173.6.105. 173.6.105. И мы увидим, что здесь ping уже пошел. А чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что если несколько виртуальных машин требуют какого-то взаимодействия между собой в рамках клауд-сервиса, мы можем это взаимодействие настраивать вот по этим IP-адресам. Теперь. На самом деле, я хотел поговорить не столько про это, сколько, собственно, про endpoints. Endpoints это те самые точки подключения, то есть, грубо говоря, те самые порты на фаерволе, которые мы должны открывать для того, чтобы наша машина стала доступна снаружи. Давайте сделаем что? Давайте изначально я вернусь в пути и сюда, допустим, я хочу установить Apache сейчас на мою машину, которая называется FrontEnd 01. Так, да. Ждем некоторое время. В результате у меня на машине FrontEnd 01 появится Apache. Как вы можете знать, Apache по умолчанию создает свою домашнюю страницу. Там, где написано что-то вроде «Привет», этот веб-сервер обслуживается при помощи Apache. Ну, не суть важна. Главное то, что отправив HTTP-запрос на соответствующее доменное имя, мы увидим какую-то HTML-страницу. Вот у нас сейчас устанавливается Apache. Тем временем, пока у нас устанавливается Apache, давайте зайдем сюда. И, как мы видели раньше, у нас для виртуальной машины FrontEnd 01 не открыт 80-й порт. Давайте сейчас это исправим. Azure VM Endpoint Create для виртуальной машины FrontEnd 01 мы, единственное только что, сейчас мы укажем внешний порт 88, внутренний порт 80. Я чуть позже объясню, зачем я это делаю, но делаю я это исключительно на самом деле в целях демонстрации. То есть, сейчас у меня создается Endpoint, и у меня внешний порт 88 будет пробрасываться на внутренний 80-й порт. Так, что у нас происходит здесь? Ага, Apache у нас уже, похоже, установился. Теперь мы, пока у нас происходят настройки новых правил фаервола, давайте сразу откроем браузер и начнем писать aboyco.demo.linux.cloud.app.net порт 88. Не уверен я, что правила уже успели примениться. А нет, смотрите, правила сетевой карты у нас уже применились. Супер, мы увидели Apache Ubuntu Default Page. Отлично, да? Но, вернемся в наш терминал. Давайте еще раз посмотрим список Endpoint для нашей машины Frontend 01. И обратим внимание на следующее, что да, у нас открылся, конечно, паблик порт 88. Это все хорошо, но этот порт сейчас не находится ни в какой группе балансировки. То есть, что это означает? Это означает, что все запросы сейчас перенаправляются всегда на машину Frontend 01. И то, что у нас есть виртуальная машина Frontend 02, нам это никак не помогает. Запросы туда не идут. Соответственно, она вроде как и крутится, да, но зачем она нам, никто объяснить не может. Да? Давайте сделаем сейчас что? Давайте сейчас я открою второе окно пути. И я хочу сделать что? Я хочу сейчас сохранить вот эту конфигурацию 02. Поменяли номер порта, это мы уже будем заходить на виртуальную машину Frontend 02. Вводим наш логин пароль. Я сейчас просто хочу здесь запустить точно так же установку Apache. Так, запустили. Чтобы показать, что у нас балансировка и вправду проходит, и запросы и вправду сыпятся на два сервера. Значит, теперь, что мне нужно сделать? Я в этот раз буду создавать новый Endpoint, уже пробрасывая 80-й порт на 80-й порт. Именно поэтому я в первый раз создавал 88-й, чтобы мне сейчас было проще. Я буду указывать, что у меня создается новое правило балансировки, которое будет называться HTTP. Это имя так называемого Load Balancer Set. И я говорю, что это правило для TCP протокола. Также я, используя связку параметров T и R, говорю, что мне нужно создать пробу доступности моей виртуальной машины по 80-му протоколу по порту TCP. То есть, что это означает? Что мой балансировщик будет брать исходящий, внешний запрос с 80-го порта и перенаправлять их на те виртуальные машины, которые находятся внутри, которые отвечают также по 80-му порту. И также по этому 80-му порту будет и проверяться, скажем так, жива машина или нет. То есть, по умолчанию балансировщик будет просто смотреть, не удалось ли ему создать TCP-соединение по этому 80-му порту. По умолчанию это будет происходить, если не ошибаюсь, раз в 15 секунд. И если соединение установить удалось, значит виртуальная машина жива и она продолжает участвовать в балансировке. Если соединение сделать не удалось, значит виртуальная машина из балансировщика будет автоматически исключена. Сейчас я запустил это правило, но для виртуальной машины Frontend 01. Как только это будет закончено, это будет уже очень скоро. Давайте, кстати, посмотрим тем временем. На Frontend 02 у нас уже успешно установился Apache. Отлично. Так, сейчас у нас применятся правила Firewall. Так, отлично. И то же самое мы теперь делаем для машины Frontend 02. Точно такое же правило. И мы ее будем включать в точно такой же пул для балансировки по точно таким же принципам. Теперь, для того, чтобы немножко разнообразить нашу демонстрацию, давайте сделаем что? Давайте сейчас, чтобы нам было понятнее конкретно на первую машину приходит запрос или на вторую машину приходит запрос, мы немножко кое-что подредактируем. Так. Ой. Вар. Дальше, если я не ошибаюсь. Так. 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 Собственно, по этому пути у нас находится страница по умолчанию, корневая страница нашего веб-сервера. Давайте мы сюда зайдем. И все, что я сделаю, это сейчас долистаю до необходимого места. Ту-ту-ту-тум. Так. Ага. Вот. И здесь, где у нас идет надпись Apache Ubuntu Default Page, я просто запишу, что это у нас сервер 02. Да. Выйдем. Сохраним. И точно то же самое теперь я сделаю в другом терминале для 01. И теперь, собственно, я хочу подредактировать точно так же страницу для первой виртуальной машины. Точно так же пролистаю вниз. И вот здесь у меня Apache 02. Точнее, это уже будет у меня Apache 02 на виртуальной машине 01. Мы это сохраняем. Отлично. Теперь давайте проверим, что у нас для виртуальной машины Frontend 01 создался, собственно, наш endpoint. В рамках балансировщика нагрузки. Да. Вот он есть. Load Balancer Yes, как мы видим. И если посмотрим на виртуальную машину, которая Frontend 02, то там мы также увидим SSH. И в балансировке это правило. Так, теперь возвращаемся в браузер. Уже идем не на 88, а на 80 порт. Мы попали на машину 01. Теперь, нажимая несколько раз, о, хватило одного раза нажатия клавиши F5, чтобы мы попали на машину 02. Может, нам удастся перейти каким-то образом на машину 01. Ну, почему-то балансировщик нас теперь кидает постоянно на машину 02. Ну, хорошо, неважно. Давайте проверим, что балансировка работает именно так, как обещалось. И давайте проверим, что балансировщик будет мониторить состояние виртуальных машин. И если виртуальная машина не может отвечать на запросы, она автоматически будет исключена из балансировки. Что мы сейчас сделаем? Еще раз посмотрим на список наших виртуальных машин. Так, отлично. Значит, как видите, у нас Ready Roll. Ready Roll, то есть две наши виртуальные машины, FrontEnd 01, FrontEnd 02, сейчас находятся в статусе Ready. Давайте, поскольку у нас вот тут балансировщик что-то слишком активно кидает на виртуальную машину 02, давайте мы, собственно, виртуальную машину 02 выключим. Сейчас подается команда Azure о выключении виртуальной машины. Azure эту виртуальную машину выключает и освобождает нам ресурсы, которые эта виртуальная машина занимала. В результате, как только операция выключения будет закончена, сейчас нам нужно буквально еще чуть-чуть подождать, у нас все запросы будут идти уже только на виртуальную машину FrontEnd 01. Давайте, может быть, мы с вами сможем сделать вот как-то так, чтобы нам было видно вроде и терминал, и браузер. Оп, теперь, видите, запросы попадают только на виртуальную машину 01 и без вариантов. То же самое, если мы сейчас посмотрим VM-лист, то мы увидим, что виртуальная машина 02, все, она у нас уже выключена. Теперь, что мы сделаем? Выключим и первую виртуальную машину. В таком случае, когда у нас все виртуальные машины были выключены, у нас балансировщик, ему некуда отправлять наши запросы. Соответственно, мы будем получать там 404 ошибку, которая будет говорить нам о том, что удаленный хост просто не найден. Ну, по той причине, что некому ответить на запрос. Давайте вернемся в браузер. Вот я нажал кнопку F5. Консоль еще до конца нам не сообщила, что выключение уже завершилось. Но, тем не менее, как мы видим, уже сейчас у нас колесо начало слишком долго крутиться, и, скорее всего, это соединение у нас уже отвалится и работать не будет. Ага, вот нам уже консоль сообщила, что виртуальная машина выключена. Мазила наша думает, 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 но, как вы понимаете, ничего интересного она не придумает. Еще раз хочу показать VM-лист. Все. Теперь давайте мы сделаем что? Мы запустим вторую виртуальную машину. Для того, чтобы показать сейчас, что как только виртуальная машина стартанет, у нас все запросы, которые приходили, будут приходить вот на это доменное имя, уже будут попадать под правила балансировщика, и все будет работать отлично. Давайте перестанем мучать Мазилу и дождемся, пока все-таки виртуальная машина стартанет. Хотя, как вы понимаете, на старт виртуальной машины времени может потребоваться, в принципе, больше, чем на ее выключение. Это как бы тоже логично. Это тоже все вполне ожидаемо. Вот у нас виртуальная машина вроде как хоть и стартанула, но, тем не менее, веб-сервер еще, похоже, не до конца поднялся. Ну ладно, это мы посмотрим буквально чуть-чуть попозже. Сейчас я опять хочу запустить команду Azure VM-лист, для того, чтобы показать одну интересную вещь, для того, чтобы показать, собственно, что происходит с IP-адресами. Итак, смотрите. Когда мы запустили Azure VM-лист в самом начале, у нас для виртуальной машины Frontend 02 был IP-адрес 173.6.105. Когда мы запустили ее сейчас, у нас уже IP-адрес совсем другой. Что это означает? Это означает, что если мы занимаемся включением-выключением виртуальных машин, то помимо освобождения ресурсов, таких как центральный процессор и оперативная память, у нас также сбрасываются IP-адреса. То есть, когда я говорил, что можно внутреннее взаимодействие между виртуальными машинами завязать на IP-адреса, это и вправду можно. Единственное, что нужно понимать, что в таком сценарии, когда мы говорим про это, каждый раз, когда мы будем выключать и потом заново включать виртуальную машину, у нее уже будет новый IP-адрес. То есть, сохранность IP-адреса гарантируется только до тех пор, пока машина не была выключена. На самом деле, есть отдельные команды, которые позволяют нам управлять резервацией вот этих IP-адресов, но об этих командах мы поговорим чуть-чуть позже. Сейчас я все-таки хочу убедиться в том, что виртуальная машина это стартануло, и сейчас, поскольку мы запустили только вторую виртуальную машину, здесь у нас должна быть в скобках 0.2. О, отлично. Вот, собственно, так работает балансировщик нагрузки, и таким образом работает сетевое взаимодействие виртуальных машин в Azure. То есть, балансировщик нагрузки у нас стоит всегда, так или иначе, перед виртуальными машинами. Мы можем выбирать, какие порты и на какие машины мы хотим пробрасывать. Также мы можем определять, по каким портам мы будем мерять здоровье и доступность виртуальных машин. То, что я показывал. В момент написания вот этой команды ключ T указывает, по какому порту будет проходить проба, ключ R будет указывать, по какому протоколу будет ходить эта проба. Сейчас поддерживается на момент записи этого видео протоколы TCP и UDP. Возможно, в будущем появится поддержка еще чего-то. Who knows? Но сейчас есть вот такое. И давайте, собственно, вернемся с вами обратно к презентации. Мы посмотрели только что с вами, как работать с сетевым взаимодействием в Azure, используя утилиты командной строки. Но, тем не менее, сетевое взаимодействие в Azure не заканчивается на том, что мы уже обсудили и что мы уже показали. Есть другой большой кусок, кусок, который называется виртуальной сети. И сейчас я хочу поговорить именно об этом. Итак, виртуальные сети Azure. Что это такое? Это, во-первых, защищенная приватная виртуальная сеть в облаке. Это возможность расширить нашу корпоративную сеть в облако Azure. А также это возможность настроить межсетевое взаимодействие. Об этом мы и поговорим в дальнейшем. Итак, классические сценарии для использования виртуальных сетей. Первый, самый простой, самый классический, это гибридное, публичное и приватное облако. То есть, часть инфраструктуры у нас остается на земле, в нашем дата-центре. Часть ресурсов мы выносим в облако. Облако может в таком случае работать нам, допустим, как DMZ. Что можно строить на базе таких гибридных облаков? Сценарии, с которыми непосредственно я работал, выглядели следующим образом. У нас есть компания. У компании есть какая-то своя система автоматизации бизнес-процессов, автоматизации документов оборота и так дальше. У компании есть много клиентов и партнеров. Но они не хотят явно давать этим клиентам и партнерам доступ в свою сеть. Поэтому они разворачивают какой-то партнерский портал, выносят его в Azure. И этот партнерский портал обменивается данными с наземной инфраструктурой. Он берет оттуда какую-то урезанную информацию, допустим, о счетах, которые были выставлены, оплачены или не оплачены теми или иными людьми. Он берет оттуда, возможно, какую-то информацию о состоянии услуг, возможно, какие-то корпоративные новости для партнеров и так дальше. То есть все данные находятся на земле и этими данными могут управлять и системные администраторы, и эти данные могут доносить пользователей, которые являются сотрудниками нашей организации. А клиенты и партнеры получают к этому доступ путем входа на вот этот публичный портал, который развернут в облаке. Кроме того, клиенты и партнеры идут именно на тот портал, который находится в DMC. Администраторы явно их не пускают в свою внутреннюю сеть. И это тоже очень правильно. Следующий сценарий это идентификация пользователей и управление доступом. Стандартный пример, который здесь описан, это аудентификация пользователей через Active Directory в моем облачном приложении. Сценарий здесь тоже может быть довольно простой. Во-первых, мы можем захотеть в облаке развернуть тот же SharePoint и связать его с нашим Active Directory, который размещен у нас в нашей организации. Другой пример, который может у нас быть. Мы, если, например, занимаемся разработкой программного обеспечения, можем развернуть ту же Jira, можем развернуть как Confluence, можем развернуть Bamboo или еще что-то, можем развернуть U-Track в облаке и разрешить пользователям из нашего Active Directory, который используется у нас на предприятии для управления, для логина на рабочей станции, разрешить этим пользователям авторизовать себя так же и на облачных сервисах. Мониторинг и управление. Это следующий сценарий. Собственно, если у нас даже нету никакой особой инфраструктуры на земле, у нас вся инфраструктура в облаке, но мы хотим как-то с земли это все мониторить и этим всем управлять, конечно же, вряд ли мы захотим вот эти точки для мониторинга и управления выставлять в публичный доступ. Поэтому мы можем использовать виртуальную сеть для того, чтобы организовать такой приватный доступ к облачным виртуальным машинам и как-то удаленно их мониторить, управлять, включать, выключать и так дальше. Ну или же, если у нас есть какие-то особые требования к нашему приложению, которое работает в нашей сети, например, оно требует взаимодействия непосредственно по прямым IP-адресам. Или же оно требует непосредственно прямого подключения между какими-то двумя виртуальными машинами, ни в коем случае не через балансировщик нагрузки и так дальше. То есть для всех этих и многих других сценариев мы можем использовать виртуальные сети в Azure. Ну и давайте, собственно, сразу с места в карьер посмотрим, как же нам работать с виртуальными сетями, которые у нас есть в облаке. Итак, во время текущей демонстрации я хочу показать, как мы можем работать с виртуальными сетями в рамках Microsoft Azure. И перед тем, как открыть терминал, хотелось бы зайти на портал. Зачем, собственно, я это делаю? К сожалению, пока что в кростопроменных утилитах командной строки есть одна небольшая проблема. Они не могут работать корректно с виртуальными сетями при условии, что у нас в рамках нашей Azure подписки еще нету виртуальных сетей. То есть если вы будете пытаться при помощи утилит командной строки создать первую виртуальную сеть, у вас это не получится. Что я делаю? Я захожу на портал, говорю просмотреть все, выбираю виртуальные сети. Вижу, что здесь у меня уже есть несколько виртуальных сетей, поэтому, в принципе, процесс создания виртуальной сети пройдет нормально с утилит командной строки. Но давайте на случай, если бы там у меня их не было, как бы я мог создать ее через портал, а потом я покажу, как то же самое делается через утилиты командной строки. Итак, я нажимаю создать. Здесь я говорю просмотреть все. Это мы временно с вами закроем. И здесь, собственно, то, что меня интересует изначально, это раздел виртуальные машины. Дальше, если в виртуальных машинах я пролистаю немного вниз, я найду здесь вот виртуальные сети. Дальше я могу нажать создать, выбрав виртуальные сети, и указать здесь какие-то параметры виртуальных сетей. Значит, давайте укажем вот такое имя для нашей виртуальной сети. И давайте для нашей виртуальной сети выберем регион, допустим, опять же, моя любимая Северная Европа. Вот эту галочку я снимаю. И адресное пространство нужно также сконфигурировать. Ну, для начала у нас тут вот по умолчанию все прописано. Давайте вот только укажем какое-то имя под сети. Окей. То есть виртуальная сеть в принципе уже готова. То есть давайте еще раз посмотрим, что у нас тут есть. Первое. Адресное пространство. Блок общий адресов для всей виртуальной сети. И имя первой под сети и ее адресное пространство. Группа ресурсов. Это на самом деле по сути не влияет ни на что. Группа ресурсов. Это логическая группировка моих ресурсов в рамках моей подписки. Дальше я выбираю подписку, на которой будет размещаться моя виртуальная сеть. И выбираю регион, в котором она будет расположена. После чего нажимаю на кнопку создать. И дальше запускается процесс создания уже моей виртуальной сети. Теперь давайте собственно это мы сворачиваем и переходим в терминал. В терминале точно так же легко и просто мы можем создавать наши виртуальные сети. Используя команды из раздела Azure Network. Давайте сейчас я для начала покажу, какие параметры у нас принимает команда VNetCreate. Для того, чтобы мы с вами знали. Ну и так, из интересных собственно мы опять же можем указывать адресное пространство. Мы можем указывать его, причем в нескольких вариантах. Можем указывать адресное пространство, введя IP адрес и маску под сети. Можем ввести те же самые данные просто через максимальное количество виртуальных машин, которые мы хотим разместить в этой сети. То же самое мы должны сделать для под сети, потому что мы создаем сеть и сразу же первый сабнет, сразу же первую под сеть мы обязаны там сделать. Мы обязаны указать регион. Если у нас есть affinity группа, указываем affinity группу. И DNS сервер мы также можем указать, если он у нас уже есть. Ну давайте рассмотрим самый простой сценарий создания виртуальной сети. Итак, Azure Network VNet Create, что мы сюда передаем? Ну, собственно, изначально адресное пространство. Пускай это будет... Пускай адресное пространство у нас будет, не знаю, 192, 168, 10.0. И для этого адресного пространства я говорю, что у меня маска под сети будет, собственно, 24. Также я указываю адресное пространство для моего первого сабнета. Ну, давайте, чтобы нам было проще работать, мы 168, 10, 0. Собственно, сделаем точно такой же сабнет, который будет покрывать нам всю нашу сеть. Дальше. Для сабнета мы обязаны указать имя. Пускай это будет там... Ну, или... Ну, хорошо. Саб01. Вот такое у нас саб01 имя сабнета. Почему? Потому что в последующем, когда мы будем добавлять виртуальные машины, мы должны будем указывать имя именно этого сабнета. Указываем локацию West Europe. И последнюю вещь, которую мы указываем, это имя, собственно, нашей новой виртуальной сети. Давайте назовем ее как-то вот так. VNet-обойка. Потому что мне такое имя нравится. То есть, как я уже говорил, можем создавать с портала, можем создавать с утилит командной строки. Конечно, с утилитой командной строки оно лучше в том плане, что это намного проще автоматизировать путем создания своих скриптов. С портала оно вроде как получается нагляднее. То есть, выбирать вам результат вы все равно получите абсолютно одинаковый. Теперь такая маленькая особенность виртуальных сетей, которая, собственно, всегда, постоянно, когда люди сталкиваются с ней первый раз, для них это является небольшой такой неожиданностью. Мы по умолчанию не можем переносить машины наши существующие в эту виртуальную сеть. Мы должны это делать немножко по-другому. Поэтому мы должны сначала создать виртуальную сеть и только потом добавлять туда машины. Давайте посмотрим. Azure Network VNet List. Отлично. Вот у нас добавилась наша виртуальная сеть VNet-обойка. Супер. Теперь давайте для начала сделаем что? Теперь давайте для начала создадим в этой виртуальной сети какую-то виртуальную машину. То есть, то, что я говорил, что виртуальная машина должна создаваться в этой новой виртуальной сети. Поэтому пишем Azure VM... Ох, перед тем, как писать Azure VM Create, мы напишем Azure VM Image List, для того, чтобы получить, собственно, список образов. Так, так, 14... Так, так... А, все равно немножко не то, что я хотел. Но хорошо. Забыл еще дописать, что я хочу смотреть только вторую колонку. Ну, неважно. Вот. Скопировал это имя образом. Azure VM Create теперь. Пишем. Дальше указываем имя DNS... Указываем имя Cloud Service. Cloud Service точно так же привязывается к виртуальной сети. Поэтому Cloud Service нам придется создать новый. Поэтому давайте напишем... Обойку... Demo... VNet. Это... Собственно, имя нового Cloud Service, который мы создадим. Дальше. Имя образа. Из стандартной галереи. Пароль. И логин для входа на машину. Имя виртуальной машины. Ну, у нас уже два фронтенда есть. Да, поэтому давайте эту машину назовем там как-то... Backend 01. Да? Пускай будет так. Откроем SSH по порту... Ну, хорошо. Пускай будет 2203. Это меня устраивает. И дальше что? Я указываю, что я хочу эту машину включить в сабнет, которая называется... VNet. Обойка. Точнее... И внутри этого VNet. Обойка я хочу... Использовать сабнет... Саб 01. Давайте перед... Ну, давайте запустим. И... Давайте запустим. И посмотрим, собственно, что у нас здесь есть в этой команде. Azure VM Create. Как я уже говорил, имя клауд-сервиса. То, что нам известно. Имя образа. Тоже здесь у нас есть. Логин и пароль для доступа по SSH у нас есть. Имя виртуальной машины. И разрешить SSH тоже. Теперь вместо локации, да, вместо West Europe, мы просто указали имя виртуальной сети и в какой сабнет поместить нашу виртуальную машину. То есть, почему мы так сделали? Потому что, собственно, когда мы создавали виртуальную сеть, виртуальная сеть уже привязалась к конкретному региону. И все виртуальные машины, которые мы создаем в этой подсети, будут попадать в этот регион. Соответственно, какой можно сделать вывод? Что виртуальная сеть не может распространяться дальше, чем за пределы одного дата-центра. Теперь давайте запустим Azure VM List. Посмотрим список наших виртуальных машин. И здесь я хочу показать, собственно, что внутренний IP-адрес для виртуальной машины Backend01 у нас был выдан, собственно, из диапазона того, который мы определили. Значит, как видите, хоть у нас диапазон и начинается с единицы, нам, тем не менее, по умолчанию был выдан четвертый адрес. В принципе, это нормально. Почему? Потому что система уже как бы намекает нам на то, что в будущем нам может понадобиться DNS-сервер, допустим, в рамках этой сети. И поэтому DNS-сервер было бы логичнее поместить там куда-то в начало наших IP-адресов, просто потому что это для нас более привычно. Итак, отлично. У нас есть виртуальная сеть, у нас есть виртуальная машина Backend01. Но теперь вопрос, собственно, что нам делать с виртуальными машинами Frontend01 и 02. Значит, как я уже говорил, виртуальную сеть можно выбрать только при создании машины. Соответственно, сейчас эту машину уже включить в виртуальную сеть, ранее созданную, нельзя. Но, как говорится, нельзя. Но если очень хочется, то можно. Поэтому мы с вами можем провести, собственно, следующую такую манипуляцию. Что мы делаем? Мы говорим Azure VM Delete и передаем сюда имя локальной машины, например, Frontend02. И передаем ключ Q для того, чтобы нас не спрашивали, хотим мы удалить или не хотим, чтобы молча просто в Silent Mode это все удалилось. Когда мы удаляем виртуальную машину, вот используя такую команду, у нас на самом деле всего лишь освобождаются ресурсы, опять же, от процессора и от оперативной памяти. Но сам диск у нас остается. То есть, что мы будем делать дальше? Мы сейчас удалили виртуальную машину, но оставили ее системный диск. Дальше мы возьмем с этого системного диска, пересоздадим новую виртуальную машину. Но эту новую виртуальную машину мы уже положим, собственно, в нужную нам подсеть. Так, есть. Виртуальная машина была удалена. Теперь, что я сделаю? Я воспользуюсь... Это надо было сделать раньше, но благо у меня еще есть. Я воспользуюсь виртуальной машиной Frontend01. Для того, чтобы экспортировать ее конфигурацию. В папку Downloads... Ну, давайте напишем... Frontend02. То есть, сейчас мы с вами сделаем что? Сейчас мы с вами экспортируем конфигурацию виртуальной машины в Frontend01 в файл в моей локальной папке Downloads под именем Frontend02. Сейчас, когда этот файл нам экспортируется, я объясню, собственно, зачем и почему нам это было надо. Есть. Отлично. Теперь... Ой, секундочку... Downloads... Frontend02. Давайте, собственно, откроем этот файл. Вот мы открыли нужный нам файл. Давайте сделаем его сейчас немножко более читаемым. И из этого файла мы сейчас часть лишней информации удалим. Например, удалим что? Удалим информацию о входящих точках подключения. То есть, для правил файрвола конкретной виртуальной машины. Почему мы это удаляем? Потому что, как вы помните, мы использовали конфигурацию для виртуальной машины Frontend01. То есть, с виртуальной машиной Frontend02 эта конфигурация особо ничего общего не имеет. Дальше. Здесь, где имя подсети, мы должны указать, что эта виртуальная машина у нас находится в подсети Sub01. DataDisk мы также удаляем из конфигурации. Диск операционной системы. Как вы видите, вот это имя диска операционной системы, оно для виртуальной машины Frontend01. Его мы также удаляем. И для того, чтобы узнать правильное имя, идем в терминал. Azure VM Disk List. Получаем список всех виртуальных дисков для всех виртуальных машин, которые у нас есть. Собственно, что мы здесь видим теперь? Мы здесь видим, что у нас есть вот диск с таким именем, который включает в себя что? Который включает в себя имя, собственно, клауд-сервиса, имя виртуальной машины, дату и время его создания и так дальше. То есть, это как раз тот диск, который нам с вами нужен. Переходим сюда, вставляем правильное имя диска, ну и указываем правильное имя машины. Frontend02. То есть, на этом модификация файла конфигурации была закончена. Сохраним. Напомню еще раз, что я сделал. Я в Input Endpoint все удалил, оставил только пустой массив. Это первое. Второе. Subnet Names я передал имя под сети. Третье. Я в Name для жесткого диска с операционной системой указал имя жесткого диска от виртуальной машины Frontend2. И я поменял RollName на Frontend2. Теперь мы можем вернуться обратно в терминал и Azure VM Create From минус C минус V. То есть, подсоединить к существующему клауд-сервису для подсети VNet Обойка. Имя клауд-сервиса у нас обойка demo.in.net cloud.app.net и имя файла Frontend02. Frontend2 понеслась. То есть, сейчас мы создаем новую как бы виртуальную машину, но используя старый жесткий диск, на котором у нас уже есть Apache, на котором у нас уже есть возможно какие-то там собственные настройки нашей операционной системы и так дальше. На самом деле, вот в результате проведения данной демонстрации я, конечно, поспешил и совершил небольшую ошибку. То есть, более правильным сценарием работы все-таки было бы, конечно, сперва сохранить файл конфигурации виртуальной машины Frontend02 и только потом виртуальную машину Frontend02 удалять и пересоздавать в новой подсети. Но, тем не менее, как вы видели, даже если вдруг случайно случилась какая-то ошибка, все равно есть шанс ее исправить и, в принципе, нельзя сказать, что это слишком сложно. Виртуальная машина у нас создана. Отлично. Давайте запустим Azure VM List для того, чтобы посмотреть, какие виртуальные машины у нас есть. Здесь мы уже должны увидеть виртуальную машину Frontend02 в рамках нашей новой подсети. Как вы видите, в принципе, это мы с вами и видим. То есть, виртуальная машина Frontend02 сейчас находится уже в нашей подсети и виртуальный IP-адрес у нее соответствующий. Теперь, когда мы говорим про подсеть, вот этими IP-адресами на самом деле управляет Azure. То есть, Azure DHCP по умолчанию есть у нас в каждой виртуальной сети и он вот эти IP-адреса 192, 168, 10, 4, 5 и так дальше выдает нашим виртуальным машинам автоматически. Но вполне может быть такое, что нам нужно зафиксировать какой-то IP-адрес за конкретной виртуальной машиной. Как мы можем это сделать? Первоначально было бы неплохо проверить, что в данном случае привязано на желаемый нами IP-адрес. Static IP Check. Мы сейчас проверим, например, что у нас находится на 192, 168, 10, 100. Единственное только что, вот здесь нам нужно указать для какой подсети. Мы будем проверять этот адрес. Как мы видим, данный адрес свободный, за ним ничего сейчас у нас не числится. Отлично. Если мы проверим, например, пятый адрес, под которым сейчас машина FrontEnd 02, то, как вы видите, пятый адрес сейчас у нас занят. Дальше. Если мы с вами хотим сказать, что, допустим, теперь у нас есть машина FrontEnd 02, у которой должен быть четкий IP-адрес. Azure VM, уже мы, как видите, если раньше мы проверяли статический IP-адрес на уровне подсети, то, когда мы хотим присвоить IP-адрес, мы уже должны работать на уровне конкретной виртуальной машины. Static IP Set для FrontEnd 02, 192, 168, 10, 100. Теперь у нас будет в очередной раз проведена переконфигурация нашей виртуальной сети. И виртуальная машина уже получит новый IP-адрес, собственно, сотый. Также очень важно является сказать то, что все команды с виртуальной сетью в Azure должны даваться только последовательно. То есть мы не можем выполнять несколько команд, которые затрагивают виртуальную сеть параллельно. Это связано с тем, как, собственно, в Azure происходит работа именно с виртуальными сетями. Но, тем не менее, конфигурация виртуальной сети, нельзя сказать, что это задача ежедневная. Обычно виртуальная сеть конфигурируется один раз и все. Поэтому, в принципе, не могу сказать, что это доставляет какие-то дополнительные неудобства. Сейчас запустим Azure VM-лист еще раз и убедимся, что уже у нашей машины FrontEnd 02, да, что у нашей машины FrontEnd 02 уже новый IP-адрес. На этом все. Давайте вернемся обратно к презентации. Только что мы посмотрели, как мы можем работать с виртуальными сетями в облаке. Но, у нас еще осталась довольно такая большая, крупная тема, как межсетевое взаимодействие. Межсетевое взаимодействие будет, так же, как и виртуальные сети в целом, более детально покрыто в других модулях нашего курса. Сейчас я хочу просто сказать несколько слов, чтобы подготовить слушателей к тому, что их ждет в дальнейшем. Итак, во-первых, когда мы говорим про межсетевое взаимодействие, у нас есть возможность создавать сайт-то-сайт соединение. То есть, это безопасное соединение между собственной сетью и виртуальной сетью в Azure. Другими словами, это сайт-то-сайт VPN. У нас есть возможность создавать point-to-site VPN. Это безопасное VPN-подключение к виртуальной Azure сети, но уже подключение не между двумя подсетями, а подключение между подсетью и конкретным узлом конкретного клиента. И третье, что будет интересно, я думаю, организациям, которым так или иначе необходимо много трафика, необходим широкий канал, это сервис, который называется Express Road. Это приватное соединение между дата-центрами Azure и собственной инфраструктурой или же каким-то общим окружением. То есть, вы имеете возможность либо же подключиться к существующей Express Road локации, либо же вы можете напрямую подключиться через вашего сетевого провайдера. непосредственно к дата-центру Azure. То есть, такое подключение, во-первых, является приватным, во-вторых, оно гарантирует вам намного большую пропускную способность. И если у вас есть в этом необходимость, это также можно использовать. На этом данный модуль закончен. Большое спасибо всем за внимание.